Всем привет дорогие друзья и с вами снова канал Unreal Игра. Ну что ж ребята, сегодня мы будем делать новое ответвление для деревни, а также возможно ответвление направо к игрокам. Ну что ж ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Так, ну что ж, для начала я вот тут вот разобрал кусочек пути немножко, смотрите. То есть вот здесь вот отковырнул буквально два кусочка прямых путей и вот тут вот уже присматривал как у нас будут смотреться прямые стрелки. Точнее не прямые стрелки, ну как они там, а 30 метровые стрелки, вот если быть точным. То есть вот так вот ответвление у нас примерно должно пойти в ту сторону, собственно чем мы сейчас будем и заниматься. Ну что ж ребята, сейчас я значит ставлю паузу и делаю насыпь вот для вот этого кусочка рельсов и потом, и потом ставлю тоже на паузу и делаю кусочек вот сюда. То есть чтобы у нас было ответвление вон в ту сторону. Вот, и в общем, когда я сделаю небольшую насыпь, посмотрим как это будет дело выглядеть. Так, ну что ж ребята, вот что у меня получилось. В общем я положил наконец-таки стрелку и теперь буду заниматься тем, чтобы вот тут вот сделать ровненький вот такой скатик. Так, ну что ж, вот так вот смотрите это выглядит примерно. То есть вот сюда у нас направляется съезд стрелки и дальше у нас будет вот такой вот поворотик 30 метровый. Вот так дальше располагаться и уходить вон туда, в сторону как раз такие деревеньки. Вот на карте как это выглядит, то есть вот так вот идет съезд и где-то вот здесь он будет вот так вот заворачивать. То есть вот где-то вот здесь примерно проходить, либо вот здесь. То есть если будет здесь проходить прямо над самым кратером метеорита, то придется сделать мостик. И там дальше может быть будет туннельчик у нас. Так, ладно, сейчас попробуем поставить вторую стрелку. Давайте-ка посмотрим примерно как она у нас будет выглядеть. Кстати, для того чтобы ориентироваться, я делаю вид от третьего лица и вот примерно примеряюсь вот так вот примерно, где у нас что будет располагаться. То есть таким образом можно посмотреть, то есть справа или влево это вот так вот управляется, куда смотришь, как поставишь, так и оно и будет выглядеть. Так, ладно, вот тут скат побольше, тут конечно будет чуть-чуть посложнее. Ну ладно, ставлю паузу и вернусь, когда у меня это получится сделать. Так, ну что ж, ребята, после некоторых манипуляций мне удалось все-таки уложить наши стрелки. Ну что ж, теперь осталось самое интересное, это вот такие вот поворотные, ребята, элементы, которые придется устанавливать, ясное дело, с той стороны, потому что с этой установить я это дело не смогу, как вы видите, вот. Так, примерно нам нужно понять, где, 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 где мы должны установить все это дело. Ну-ка давайте-ка подпрыгнем на булдышники и посмотрим. Так, то есть примерно где-то вот отсюда, да? Ну-ка. Я просто не вижу там ровно или нет. Либо нам чуть-чуть вот сюда назад. То есть суть остается в том, что тут надо все засыпать булыжником, чтобы у нас была ровненькая территория. Да, вот тут вот, по-моему, прямо самое оно. То есть, значит, будем отталкиваться от этого, вот то, что вот эта точка у нас, давайте-ка верну нормальный режим, то есть вот эта точка у нас, отсюда у нас начинает заворачивать рельс. И он пойдет в ту сторону. Там, правда, у него ферма, древесина, ему, наверное, придется ее перенести. Ну ладно, пока я дальше вести железную дорогу тут не буду, а только оставлю стрелку. Сам он тут, думаю, разберется. Так, и каким же образом нам все это дело, думаете, сделать? А я знаю, ребята. Короче, нужно сначала сделать себе... Так, давайте палки возьмем. Где-то мой булыжник здесь валялся. Я тут пока что вот так вот в виде навеса сделаю, но чуть попозже потом сделаю уже более-менее адекватно. Так, вообще, знаете, волшебную палочку вот эту можно было сделать из алмазов. Потому что, в принципе, алмазов у меня навалом, и девать их особо-то и не буду. Так, у меня есть еще булыжник, так что давайте им и воспользуемся. Так, значит, как все это дело делается? Вот таким вот простым образом. Делаю я пока что каменные себе такие штуки, потому что ими удобно пользоваться. Я просто хотел показать, каким образом я тут вымеряю, выстраиваю тут рельсы. Просто они в воздухе, как понимаете, они не ставятся. То есть тут приходится нам мудрить вот таким вот образом. То есть как-то вот так вот. Увеличивать сюда, в эту сторону. Примерно радиус поворота, примерно какой он должен быть, мы такой примерно и делаем столько блоков, скажем так. Так, вот как-то вот так. И давайте сюда пару блоков положим. Излишки, конечно же, я тут, ребята, уберу. Так, ладно, давайте сейчас смотреть, как оно у нас прикрепится к нашей железной дороге. Ну-ка, 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 где у нас тут подъемчик бы сделать? Получше можно. Так, вот тут сделаем. Так, и как-то так не ставится. Значит, смотрим. Смотрим, как оно у нас. Так, нет, неправильно. Как-то оно не козяма поставилось. Ну-ка. Вот-вот-вот. Как-то... Как-то... А, оно чуть-чуть дальше просто ставится. Так, окей. На рельсах написано читер. Но на самом деле это не так. Так, вот где-то вот отсюда пытаемся ставить, и оно не ставится. Где-то вот здесь нужно добавить блоков. То есть, вот я думаю, где-то вот здесь, наверное. Да, потому что там попадает, наверное, кусок рельса, и он на пустоту, к сожалению, ставиться не может. Так, по-прежнему не можем поставить. Значит, еще надо добавить блоков вот здесь. То есть, добавим блоков. Думаю, будет все ставиться нормально. Так. Все, с этой стороны должно все хватать. Так. Единственное, что я думаю, где-то вот здесь, наверное, может не хватает. Все. Чересчур даже много поставил, ребятки. Так. Так, я упал. Нельзя падать. Во, ну-ка, смотрим. А если мы все сделали правильно, оно должно гладко соединяться. Да, все. Вот таким вот образом мы, ребята, выяснили, как нам сделать классный поворот. А насчет краев, смотрите, что я придумал насчет этого. Так. То есть, смотрим. Вот где вот блок выделяется, вот такой полублок, да, небольшой, значит, там не надо копать. Обнаружено новое поселение греков. Так. Принадлежащее культуре греки. Это, походу, наш товарищ обнаружил. А вот эти вот краешки, ясное дело, я срубаю. Ну что ж, давайте я поставлю паузу и покажу, что в итоге получилось. Так. Ну что ж, ребята, вот что мне удалось построить. В общем, вот так все это дело выглядит. Я убрал булыжник, как тут именно было нужно. Тут, к сожалению, видите, выступает она чересчур даже некоторые блоки. Вот. Сейчас мы будем делать основную насыпь под железной дорогой. Ну, в общем, подредактируем. Там посмотрим, как у нас это получится сделать. Так. Давайте приступать. Соберем вот этот весь булыжник. Он нам еще сейчас пригодится. Я тут некоторые блоки поубирал, потому что они тут совершенно не нужны под землей. Так. Давайте прям вот так вот сразу сделаем контур. Чтобы от него именно отталкиваться. Так. Тут вот так. То есть, что на самом деле необходимо сделать? После того, как вы отмерили, какой у вас будет путь, нужно сделать вот такой вот контур. То есть, чтобы понимать. И потом уже его, собственно, и засыпать какими-либо материалами. В данном случае булыжник у нас основной строительный материал. То есть, земля никакая не пойдет. То есть, потому что земля, она мягкая, а вот булыжник, он достаточно крепкий. Там сейчас корову замуруем там к чертовой матери. Так. То есть, вот таким вот образом получается. Так. На самом деле, лучше скаты делать. Просто без ската будет не очень даже красиво. Так. А вот так вот выглядит все даже симпатично. Так. Внутри тоже желательно заделать, чтобы никаких пустот не было. Но просто пустоты реально некрасивы. То есть, если вдруг прокопаетесь, да, или тут мобы заспаунятся, будет некрасиво. Ладно, давайте с той стороны пока что позанимаемся. Потому что с этой стороны я буду делать уже за кадром. А тут работает слишком много. Так. Давайте вот тут посмотрим, каким образом мы сделаем такой гладкий скат, чтобы было красиво. Так. Тут нужно так поставить булыжник, чтобы был у нас гладкий скат. Даже не знаю примерно, как это можно сделать. Так. Примерно у нас один блок должен получаться вот здесь. Так. Вот это бы нам было бы неплохо отсюда убрать. Давайте уберем это дело. Так. Где мой топорик хороший? Берем топориком и срубаем разом все это дело. Так. И ясное дело, сундук у нас не подобрался. Ну-ка, сундук, сундук. Так. Один кусочек сундука я нашел. А второй? И второй я тоже нашел. Так. Давайте где-нибудь вот здесь вот сейчас поставим. Так. Палатку. Вот это всякую ерунду тоже пускай. А пока что тут у нас лежит и отдыхает. Так. Подберем оставшиеся ресурсы. Чтобы не валялись, не исчезали. И тоже закинем все это дело в сундучок. Так. Готово. Так. Значит берем теперь карпентер блоки. И как-нибудь вот так вот ставим, наверное. Хотя я знаю, какие блоки тут можно использовать. Сейчас вам покажу. Сейчас давайте сначала попробуем вот так булыжник расставить, как я, в принципе, хочу. И посмотрим, что из этого получится. Так. Так. Давайте теперь думать. В общем, если зажать shift с блоками и покрутить, можно получить разные блоки. То есть от вот таких вот скатов, смотрите, до каких-то вот такого типа. То есть не знаю, какой тут лучше на самом деле будет. Я думаю, наверное, вот что-то типа такого ската нам подойдет. То есть примерно как-то вот... Ой, неправильно поставил. Вверх ногами скат получился. Так. Тут, вот тут, вот тут. Так. А вот тут уже получается... Так. Тут вот не совсем правильно. Тут вот в эту сторону надо сделать скат. И обычный, скорее всего, блок взять. Ну-ка, давайте-ка обычный блок. Так, это не совсем тот блок, который нам нужен. Так. Все, обычный скат вот так. Или даже тут поставить блок. Здесь блок, а скат начинается вот здесь. То есть, ну, примерно так на глаз можете делать тоже. Это будет весьма красиво выглядеть. То есть вот так вот делаем. Так. Чик-чик-чик. Тут я поставил блок, тут его не надо ставить. Так. И вот здесь тоже вот такой вот угловой блок сейчас поставим. Ну-ка. Во. Ну, и будет выглядеть более-менее реалистично. Тут, ясное дело, будет просто обычный скат. Ну, такие моменты, на самом деле, тяжело строить. Вот как вот вы видите здесь, да. Потому что это реально чертовски сложная вещь. Так. Здесь я, наверное, поставлю просто блок. Ну-ка, давайте-ка сломаем. Наверное, поставлю просто блок. И поставим мы здесь с вами. Так. Тут давайте вот таким. А, нет. Тут неправильно. Сейчас вот этот кусочек просто, как демочку такую сделаем для себя. То есть примерно как-то вот так вот. Чик-чик. Чик-чик-чик. И сюда. Так. Вот таким каким-то образом у нас примерно так получается. Так. Вот это опять не совсем правильно сделалось. Так. Так. Тут, наверное, как-то вот так вот даже. А. Вот тут вот, кстати, можно сломать. Но тут примерно. Тут можете все на глаз сделать. Это совершенно не важно. Потому что насыпь-то может каким-то образом угодным находиться в природе. Так. И берем вот такие маленькие потом пластиночки, которые получаются. И вот так вот кладем и закрываем тоже вот эти вот дырки. Получается как раз-таки более-менее ровный скат. Так. Так. И вот сюда. Так. Получилось у нас нечто такое. Давайте сейчас все это закроем блоками булыжника. И выходит реально симпатичный. То есть гладкий ровный скат. То есть круг, конечно, тут не получается. Но все же в кубическом мире это достаточно округлая форма получилась у нас. Так. Поднимаемся. Тоже застраиваем и убираем. Так. И вот этот вот кусочек вот тут вот можем закрыть. Хотя тут бы вот не помешало каким-нибудь другим блокам. Но тут, наверное, таких нет. Ну. Особо, мне кажется, разницы большой нет. Может быть, у вас даже получится лучше. Так. А вот здесь я сделаю просто вот таким вот макаром. И застроим булыжником. Так. Вот что-то такое у нас, ребята, получается. Так, ладно, я ухожу на паузу и попробую сделать до конца вот эти все штуки здесь. Так. Ну вот, ребятки, почти получилось застроить. Я решил показать вам этот процесс. Как раз-таки уже почти финальный. Тут получится весьма такой классный скат, мне кажется. И посмотрим, как же будет это все дело выглядеть, когда это будет все обречено в обличие булыжника. Танец. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танец. Продолжение следует... Так, и последний штришок, потому что путь у нас пока что тут заканчивается, ставим тупичок. В общем, ребята, вот так это у меня получилось сделать, смотрите как классно выглядит, вот такая вот булыжниковая насыпь, посмотрите как это классно выглядит, и самое главное это выглядит ровно, то есть примерно очень красиво, и вот такой вот красивенький скат у меня получился. Смотрите как классно, то есть рандомно так углы тут бывают, то есть как будто булыжник огромный скатывается потихонечку, и получается вот такая вот насыпь, мне кажется очень классно получилось. А что думаете вы, ребята? Пишите комментарии, и я посмотрю самый лучший комментарий, так что пишите комментарии. Ну что ж, ребята, на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравится постройка, то обязательно лайкните видео, ребята, и также не забывайте комментировать. Каждый комментарий очень важен для меня, пишите что можно еще построить, и какие виды построек вас интересуют. Ну что ж, с вами был канал Unreal Игры, увидимся, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok